Сирах, глава 18. Все вообще создал живущий во веки. Господь один праведен. Никому не предоставил Он изъяснять дела Его. И кто может исследовать великие дела Его? Кто может измерить силу величия Его? И кто может также изречь милости Его? Невозможно ни умолить, ни увеличить, и невозможно исследовать дивных дел Господа. Когда человек окончил бы, тогда он только начинает. И когда перестанет, придет в изумление. Что есть человек и что польза Его? Что благо Его и что зло Его? Число дней человека много, если сто лет. Как капли воды из моря или крупинка песка, так мало ли та его в дни вечности? Посему Господь долго терпелив к людям и изливает на них милость Свою. Он видит и знает, что конец их очень бедствен, и потому умножает милости Свои. Милость человека к ближнему Его, а милость Господа на всякую плоть. Он обличает и вразумляет, и поучает, и обращает, как пастырь стада Своё. Он милует принимающих вразумление и усердно обращающихся к закону Его. «Сын мой, при благотворениях не делай упрёков, и при всяком даре не оскорбляй словами. Раса не охлаждает ли зное, так слово лучше, нежели даяние. Поэтому не выше ли доброго даяния слова, а у человека доброжелательного и то, и другое. Глупый не милосердно укоряет, а подаяние неблагорасположенного и сушает глаза. Прежде нежели начнёшь говорить, обдумывай, и прежде болезни заботься о себе. Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдёшь милость. Прежде нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов покажи обращение. Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не откладывай оправдания до смерти. Прежде нежели начнёшь молиться, приготовь себя, и не будь как человек, искушающий Господа. Припоминай о гневе в день смерти, и о времени отмщения, когда Господь отвратит лицо своё. Во время сытости вспоминай о времени голода, и во дни богатства о бедности и нужде. От утра до вечера изменяется время, и всё скоротечно пред Господом. Человек мудрый во всём будет осторожен, и во дни грехов удержится от беспечности. Всякий разумный познаёт мудрость, и нашедшему её воздаст хвалу. Рассудительные в словах и сами умудряются, и источают основательные притчи. Не ходи вслед похотей твоих, и воздерживайся от пожеланий твоих. Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то она сделает тебя потехой для врагов твоих. Не ищи увеселения в большой роскоши, и не привязывайся к пиршествам. Не сделайся нищим, пиршествуя на занятые деньги, когда ничего нет у тебя в кошельке.